Какими могут быть источники неприятного запаха в Новосибирске, которые время от времени накрывают полуторе миллионы мегаполис? Ответ на этот вопрос все последние месяцы ищут надзорные структуры, общественники и эксперты. На прошедшей неделе эта проблема была предметом жаркой дискуссии на рабочей группе городского совета депутатов. Первыми разбор полетов на зловонную тему сделали известные новосибирские общественники. Прямые эфиры Алексея Носова, Евгения Митрофанова и Владимира Кириллова пользуются популярностью в социальных сетях. Мы сегодня начинаем разбираться с большой проблемой в Новосибирске. Это проблема воне. Она очень остро стоит последние несколько лет. Еще в сентябре общественники заявили, что одним из основных источников фекального зловония в городе может быть ливневая канализация. Неудивительно, что на рабочей группе по экологии в первую очередь говорилось о проблемах хозяйства муниципального предприятия УЗС-БТС. Ливневка – это в нашем городе основной источник вони. Больше, чем ливневка, не воняет ничего. Один из самых ярких примеров, который сегодня обсуждался, это площадь Кименова, скрытка ЛГБ, РТБ. Труба, выходящая из перекрестка целых электоров, образует вонь даже не годами, а десятилетия. Запах ощутим на расстоянии нескольких сотен метров в зависимости от розоветров в разных направлениях. Поэтому здесь, наверное, даже не вопрос, а предложение. А можно совместно с господином Мысиком мы туда выйдем и проведем органолептическое исследование? И вы скажете, есть запах или нет? На 1 ноября 2020 года в хозяйственном виде неуправления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений числилось более 324 километров сетей ливневой канализации. Кроме этого, в городе есть сети, у которых вообще нет собственника. Безхозяйных сетей на самом деле сегодня очень много. По нашему оценку, это 150 километров сетей, которые необходимо оформить в качестве безхозяйных сетей. Эту работу мы предполагаем продолжать и в 2021, и в 2022 году и планируем завершить тем, чтобы все сети у нас находились в одних руках управления. Одна из хронических проблем – это и незаконные врезки в сети УЗС-ПТС, от которых страдают малые реки города Ельцовка-1 и Тула. Каждый из этих стоков со страшной силой воняет. Мы собираемся здесь на протяжении трех лет, чтобы обсуждать горестную судьбу несчастной реки Тула. В итоге было принято решение, что УЗС-ПТС разработает программу по наведению донормативного состояния, всех труб, которые выходят в малые реки. Мы это сделаем как пилотный проект, и после этого мы пойдем с этим стандартом по другим малым рекам. Неоднократно были обращения общественников по реке Ельцовка-1. Там безобразная ситуация по стокам. То же самое по реке Тула. Каждый год происходит замор рыбы. Там инстационированные выпуски, через которые выходит в эту малую реку, соответственно, нашу большую опь, потом выбросы масла и каких-то нефтепродуктов и так далее. Незаконные врезки уже стали притчей во языцах и для нелегальных автомоек на Жуковского. Здесь хотелось бы спросить, а какие-то действия предпринимаются к поиску все-таки, потому как откуда врезка, по-моему, найти не так уж сложно. И второй, если вдруг источник найден, какие предпринимаются меры УЗС-ПТС для наказания либо ликвидации этого источника, потому как пока на Жуковке не начнут закрываться нелегальные автомоечные комплексы, ничего там не поменяется. То, что УЗС-ПТС не контролирует все врезки в сети предприятия, признал и сам Александр Мысик. Врезок этих большого количества – это очень сложно. Я еще раз подчеркну, что можно, конечно, пожимать плечами, но работа эта гигантская. В связи с тем, что у нас все выпуска не оборудованы очистными сооружениями, конечно, у нас очень много сегодня есть недостатков. Именно поэтому будет разработан график совместных выездов общественников и представителей УЗС-ПТС на конкретные участки Ливневки, где есть несанкционированные врезки. В марте участники рабочей группы по экологии встретятся вновь, чтобы обсудить, каким будет каркас этой большой программы. К марту месяцу предприятием УЗС-ПТС будет произведена актуализация всей системы ливенной канализации. Мы поймем самые острые места, и по этим острым местам будут сделаны краткосрочные инвестиции для наведения там порядка. При этом многие проблемы фекального амбре в Новосибирске можно решить только на региональном уровне. Они находятся в компетенции областных властей и депутатов. Возле аэропорта Толмачева, недалеко от Чикской птицефабрики, мы обнаружили огромное пометохранилище размером сотни гектар. И это расположено рядом с аэропортом Толмачева. Когда вы говорите, что к нам прилетают гости и чувствуют острый вон, это оно. Не случайно, что в ноябре впервые была создана комиссия по экологии в Новосибирском законодательном собрании. В связи с этим на сессию Гурсовета 4 декабря должно быть принято обращение к председателю регионального парламента Андрею Шемкиеву. Наших полномочий не хватает для решения этой проблемы, которая уже достала и наносибирцев, и гостей нашего города, которые приезжают в Толмачево, и потом нам рассказывают, что начать это приехать в столицу Сибири, и потом эти неозонированные запахи чувствуют. Какой результат даст совместная работа городских и областных депутатов, покажет время. Но когда именно проблема канализационного зловония для Новосибирска будет обнулена, говорить, очевидно, еще рано. Если ваши гражданские права нарушены, если ваше жизни и здоровье угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова